всем привет сейчас напишем так комментарии меня не получается написать пути добрый день добрый день кру из путешествия в круиз привет ирина всем здравствуйте сегодня у нас привет привет марина уже пришла молодец сегодня мы хотим очередной раз рассказать о путешествиях сегодня пригласила марину романенко которая любительница путешествий которая вся такая открытая позитивная вот она тоже состоит в международном круизном клубе так же как и я тоже предпочитает сейчас она расскажет круизный отдых и опять-таки для того чтобы добраться к этому крутому виду отдыха на кораблю на порт до к порту так сказать для этого нужно создать логистику маршрут разработать и вот этот вопрос мы с ней сегодня обсудим марина присоединяется всем привет а я хочу в общих чертах сказать потому что люди задают вопросы все время грит привет марина привет привет доброго дня тебе тоже доброго дня я хочу знаю что сейчас немножечко просто был такой вопрос сегодня так скиньте предложение по по круизам я говорю так я ж не турагент я поэтому и stories даже записала потому что и вот все время постоянно говорю я не турагент я не продаю никакие круизы мы я просто рассказываю рассказать что есть классная возможность хотите нормально отдыхать красиво или доступно по стоимости вот мы знаем этот вариант и я этим с удовольствием делюсь и опять таки есть круизная база клубная да которую можно пользоваться расплывчатая а тебе меня как хорошо видно ну хорошо четко сейчас я попробую дальше как как она так лучше ну тебя-то видно но вот я не знаю но как-то вот смазать на мобильный попробовать интернет потому что было вот эфиры делала и что-то вот размазывала картинку вот почему вот ну ты пока попробуй да так вот я хочу сказать что есть круизная база есть круизный клуб мы состоим вот мы как клуб путешественников состоим в этом клубе пользуемся этими предложениями этой базы самостоятельно выбираем себе круизы да но дело в том что до круизов нужно как-то добраться понятно что вот этой площадке выгоднее круизов просто больше нигде не найдешь вот и поэтому сейчас создается круизное движение да и как бы мы все ринулись в круизы и про это всем рассказываю но дело в том что понимаете о круизах рассказы это можно бесконечно у нас постоянно много эфиров у нас целая команда путешествует да это информация полно везде но периодически вот возникают вопросы а как же добраться до порта да хорошо вот я в клубе я вот беру там круизы в два-три раза дешевле чем турагентство а когда туда добраться у многих вопросы такие есть поэтому вот вот они возникают и многих людей это как бы пугает а как добраться как быть потому что ну люди основная масса больше они привыкли что их от точки а в точку б турагенты им все это организовали вот и они поехали как говорится не заворачиваясь ни на чем меня сейчас хорошо лучше видно сейчас а ну значит все таки вот вай фай вроде бы усилитель стоит вот и вот многих как я уже знаю что мог так пропадать так марина пропадает да у многих стоит вопрос как же добраться до порта вот ну я хочу сейчас дождаться пока у марины будет интернет сейчас хочу посоветовать марина если ты меня слышишь может быть не нужно потому что мобильный интернет не очень хорошо работает вот марина уже выбила вообще выбила с интернета поэтому сейчас ее дождемся вот и ну опять таки насчет клуба могу немножко рассказать если кому-то этот этот эта тема интересна да потому что очень много вопросов возникает становитесь членом клуба как это делается связывайтесь со мной или с партнерами не знаю ну наверное лучше со мной естественно или вот с мариной связывайтесь мы вам все рассказываем все по ой что-то я сама с собой гостем собираюсь быть а вот присоединяю марину и мы вам все рассказываем потому что видите сегодня эфир немножко у нас на другую тему так так вот марин я все хотела сказать может быть лучше подключить не мобильный интернет а вай фай я я перешла перешла а все ну давай тогда ступим к нашему интервью у меня же вопросики есть вот сейчас мы с тобой немножко познакомимся ты мне вот расскажи вот чем ты занимаешься по жизни какой у вот род деятельности основной у меня за но на данный момент у меня руд деятельности я работаю в крупной торговой сети это у нас беларуси известна сеть табак инвест работаю я занимаюсь вопросами ну связано с банкой с операционной деятельностью потому что у меня моя вторая образование я прошла я по первоначальном образовании инженер-технолог вот на производ на производстве отработала 16 лет была и технологом и мастером в подчинении люди была и лабораторией инженером лаборантом и экологом прочее кем только не была за 16 лет вот а потом наступил момент и ну поняла что все это предел больше во-первых и предприятия ну как у нас это и мне стало это абсолютно неинтересно потому что ну какое-то было уже все как трясина ничего не происходило и я поменяла кардинально свою профессию получила переквалификацию и ушла в банковскую сферу с должности инженера-эколога при нархозе да закончила при нархозе и уже работала в банке и потом перешла в торговую сеть ну и уже вот у нас в Борисове тоже есть торговый центр коронат известный вот в ней работаю в секторе бухгалтерского учета это моя такая основа ну да с цифрами цифру деньги ну здорово это моя такая основная деятельность на данный момент да а скажи тебе вот мешает вот твоя деятельность путешествовать вот как часто ты отдыхаешь ездишь куда-то или вообще как ты отдыхаешь как путешествие дело в том что еще до прихода в клуб у нас мы с мужем приняли вообще решение в клуб очень быстро спонтанно потому что у нас уже был опыт самостоятельного путешествия так сложилось но это уже наверное у меня 8 лет назад у меня ребенок закончил школу и уехала за пределы Республики Беларусь вот и мне на тот момент мне пришлось самой начать общаться узнавать как это что это чтобы и к ней добраться и вот я очень хорошо я всегда рассказываю эту историю я помню этот случай он наверное такой поворотный я первый раз поехала в Вильнюс к ней она мне уехала в Литву в Вильнюс вот и я поехала тогда еще только не было этих комфортных поездов а был обыкновенный поезд купейный и моими соседями были молодые ребята на тот момент им было 30 лет как потом я узнала что один из них оказался медийным человеком известным это ведущий русского радио Антон Славин может вы знаете вот и я получилась в компании вот вместе мы этих тогда еще поезд ходил три с половиной часа и я сидела вот с ними значит эти ребята они ехали в Вильнюс и оттуда у них было запланировано поездка в Амстердам и они так все это рассказывали как это они ехали чисто на уикенд и я когда приехала тогда вот к дочке и потом вернулась домой в Борисов я такая была воодушевленная думаю это ж надо вот чисто вот пятница они поехали в понедельник они уже будут на работе как что как это возможно но это же дорого это все а мне тогда уже дочь Екатерина говорит мама говорит у нас с Вильнюса когда зашли они в Шенген зону стали Евросоюзом они стали то ходят европейские лакостеры она мне вот рассказала что это вот честное слово я тогда первое время я с этих сайтов не вылазила это реально я когда увидела цены когда что за сколько это можно и как и первый сайт который это у меня был это был авиалт вот это я потом уже расскажу и все и вот с этого момента у нас началось мы тогда сами первый раз полетели с мужем в Германию у нас там родственники живут мужа оттуда мы уехали в Париж были и вот так вот потихоньку вот зная все как это можно и что мы начали отдых свой сами создавать потом у нас была такая поездка втроем с мужем с дочкой мы летали в Грузию тоже я сама все делала организовывал этот отдых у нас правда он был мы не напрямую летали мы летали с Москвы ну это было дешево на тот момент билеты нам обошлись в одну сторону 200 рублей в две стороны 200 рублей и это заезд мы вылетали с Москвы мы сутки были в Баку посетили Баку великолепный город я как бы всем рекомендую там есть на что посмотреть очень гостеприимно но оттуда мы уже улетели в Грузию и отдыхали в Грузии то есть я скажу вот за все время вот наших поездок сколько вот мы уже вот 8 лет есть ну ни разу я не обращалась к услугам турагентов только два раза мне визу не стали открывать а почему ты не обращаешься к услугам турагентов интересно все обращаются я сама все умею единственное что я единственное что я только всегда думала и вот как бы была такой мысль что я только обращусь если куда-то поехать в Азию вот Азия меня как-то вот пугала я этого не знаю так там что а европейские страны меня не пугали совершенно как там и как говорится везде полно и русских и языковой барьер это не преграда не говоря уже о том чтобы поехать тут у нас по курортам нашего СНГ это вообще без проблем а в Азию я еще так думала что ну да вот если что вот я когда-нибудь поеду то обращусь ну а теперь возможность с нашим клубом вообще не надо нет никто ну если только если только какая-то визовая поддержка вот может быть ну а как виза шенгенская ну это без проблем мы делаем все сами ага ну слушай ну да шенген ну тоже это не вопрос сделать потому что многие о так это ж надо как-то визу делать ну как я делаю или в турагентство прошу там да там сделайте мне документы ну не под круиз потому что под круиз это не целевой это не целевой туризм да потому что круиз уже он разные страны захватывает и если открывать визу под круиз конкретно ну этим скажи мне консульство посольство не особо-то и жаждет там давать хорошее так и смысла нету под круиз да поэтому есть хорошее хорошее причина это просто туризм вот и все да просто сделали чтобы туристическую визу шенген мульти визу то есть для того чтобы мы могли тысячу раз путешествовать просто им приходишь объясняешь что тебе нужно именно мульти виза пусть как хотят там что крутят меры версят помогают собирают а потом идешь с этим пакетом документов все всем тебе прям пишут что нужно еще да с этим всем приходишь сдаешь документы и все то есть никаких вопросов нет все приходят это вообще не да можно я вот скажу дополню что касается визы у меня как бы опыт я делала у меня пока училась дочь ну на тот момент может быть подсказать было как бы некому я сама не знала я всегда делала причину визы это посещение есть у нас такой параграф это посещение дочери родных и посольство консул мне всегда открывал на полгода вот сколько она училась четыре года ни разу визу мне не открыли на год ни разу как только я это литовское посольство Литвы как только я указала причину туризма я тут же получила годовую визу ну вот видишь тем более столько раз ездила да тут же сейчас на два на три года открывают не с первого раза точнее с два раза на год открыла испанское посольство вот сейчас в марте заканчивается не знаю там наверное ну не знаю я еще думаю в какое посольство буду подаваться вот ну скорее всего в польское хотя говорят что французское хорошо открывает ну ладно надо попробовать да да вот и смотри ну так как мы говорим о круизах ты мне вот просто в общих чертах расскажи ты же в круиз уже ездила буквально недавно насколько я помню да ну я была вот за девятнадцатый год у меня было два круиза я ездила по истечению пяти месяцев с момента ну входа в клуб я забронировала свой первый круиз это он у меня был в апреле девятнадцатого это с Италии порт Савона и Канарские острова мы выходили в Атлантику вот и уже оттуда там остров Лансерота Мадейра Португалия Тенерифе Малага Испания вот Лансерота я всем говорю это вообще меня поразил этот остров это что-то невероятное вот там сто километров до Африки до порта как вы добирались до порта значит порт Савоны он не так далеко находится от Милана а то есть Милан мы летели с Вильнюса в Милан Милан обычно всегда ну не столь дорогие билеты до Милана а с да с Милана это прямое направление там ходят и автобусы поезда там буквально полтора два часа и вы в Генуе а следующая остановка будет Милан у Савона Савона вот мы добирались так вот у меня самое что интересно значит скажу второй мой круиз это был в последний день лета это с Венецией по греческим островам Венеция Хорватия порт Дубровник Сплит и два греческих острова это Санторини Миконос тоже маршрут да да лайнер он был не столь большой мы были на МСС Синфония ну небольшой он не такой пафосный как бы там две с половиной тысячи пассажиров ну маршрут был конечно великолепный и что хочу сказать вот этот круиз он очень много мы с кем познакомились и продолжаем общаться дружить великолепными тоже партнеры нашего клуба но ребята вообще молодые такие огненные ну великолепные и вот до сих пор поддерживаем отношения прошу прощения ой ну здорово и тоже мы летели тут уже с Варшавы до Венеции вот ну а в конце марта уже двадцатого у меня забронирован круиз уже я поеду с мужем спорта спорта генуя это МСС грандиоза здорово в общем все называется круизная пошла круизная лихорадка называется сколько стоят такие круизы ну сколько стоят сколько ты заплатила я скажу так я помню все мой первый мой первый круиз ну у нас же такая вот серый круизный доллар круизный это такая непонседованная онлайн валюта если просто в долларах просто просто обычная стоимость сколько тебе в живых деньгах обошлось сам круиз сам круиз мне обошелся да сам круиз первый круиз у меня был триста три доллара это на сколько человек одиннадцать одиннадцать дней десять ночей одного человека триста три да слушай вообще триста три да на десять ночи все в круче вот такие такой шикарный маршрут ага это Коста Пацифик был лайнер вот а второй круиз второй круиз был триста девяносто угу прошу прощения триста это было у нас восемь дней угу вот а вот этот уже третий на одного триста семьдесят долларов короче четырехсот долларов да шикарный круиз они думают до сих пор что они тысячи долларов стоят но я хочу сказать еще плюс вы добавите чаевые к этой стоимости да ну да до порта и назад это опять таки тоже растраты но опять таки я поэтому почему хочу тебя спросить вот ты просто возьми какой-нибудь один маршрут и распиши по стоимости сколько тебе обошлось добраться до порта и назад вот ну начнем мы с Минска ты откуда с Борисова да да с Борисова отправлять до порта я допустим возьму я возьму вот второй свой круиз это который мы летели в Венецию но мы летели с Варшавы с Польши и мы до Варшавы мы ехали прямо с Борисова мы не стали брать этот поезд который комфортный Минск Варшава вот а мы выбрали Борисове сели мы доехали до Бреста это стоило что что почему вы так ехали ну чтобы нам уже это не ехать все равно рано подниматься и ехать до Минска я посмотрела проанализировала что мы в принципе мы успеваем прямо с Борисова сесть в поезд и доехать вот по времени до этого поезда который Минск Варшава то есть нам не надо делать мы сэкономили на эти пересадки что сразу бы ехали до Минска потом пересаживались вот а пока этот вот Москва-Брест ехал мы догоняли так сказать мы еще час подождали и сели на поезд который вот Брест-Варшава вот и чисто и чисто переезд у нас сейчас скажу обошелся 20 долларов до Варшавы ну да 40 рублей 40 рублей 20 долларов до Варшавы до Варшавы ага так а мы уехали в Варшаву почему именно в Варшаву а почему не с Минска и до Венец ну ну с Минска до Венеца не ну можно я может быть когда-нибудь я и с Минска полечу но дело в том что цена же разница в цене и разница порядка она значительно она в два раза надо отдать больше а то еще больше ну да да по разному там смотря это вот два-три раза больше но у меня вся дорога я считала у меня вся логистика вся моего круиза у меня обошлась туда и обратно 150 долларов ну вот 150 долларов короче 390 долларов за тебя плюс 150 долларов дорога плюс еще чаевые да вот ты за лакшери оплатила до 500 долларов где-то ну 500 с копейками получается да на 70 ну пускай 600 будет да пускай возьмем максимум самый 600 долларов у тебя обошелся лакшери отдых по системе все включено ты посетила несколько островов да посетила много новых городов да развлеклась да развлекли так сказать покупалась с новыми людьми ну короче куча впечатлений да зафаршированный такой да отдых смотри я тебе просто почему говорю про Минск я сама тоже покупала билеты из из Вильнюса до Венеции да и смотрела сколько из Минска из Минска стоило в районе 260-270 долларов да вот а Минска до Венеции а из Вильнюса нам до Вильнюса 4 часа просто ехать да а из Вильнюса до до Венеции это стоило 20 евро ну 25 плюс багаж 35 евро короче говоря вместе с багажом с ручной кладью там же они за ручной кладь за приоритетную посадку надо еще доплачивать 35 долларов ну скажи а до Вильнюса доехать это 10 долларов стоит да ну то есть ну пускай дороже 15 это уже комфортно поездом уже ты не переживаешь за то что ты там опоздаешь ну автобус не опаздывает рейсовые автобусы я хочу сказать просто мало кто знает рейсовый автобус у него приоритетная на границе приоритетная очередь если впереди будут еще рейсовые стоять конечно он немножко подождет пока проверят впереди стоящие автобусы но они идут по приоритетной дороге поэтому рейсовый автобус как правило они не опаздывают маршрутки могут опоздать на машине если бирать тоже могут опоздать ну их могут задержать на несколько часов на границе да автобусы не задерживают как правило ну бывает да ну они как то вот нагоняют да вот поэтому поэтому я и говорю почти в 10 раз стоимость отличается из Венеции и из Варшавы чем из Минска лететь и мы поэтому схватились за эти возможности во-первых круизы очень доступные сейчас стали почему бы не отправиться не отправить своих родных самим не поехать там родителей в конце концов вот а ты с кем с мужем только ездила да мы с мужем вот первый раз с мужем поедем вот сейчас в конце марта а дать большая благодарность моему мужу что два круиза он меня отпускал одну а спасибо Саше большое он просто отпускал ну он знает всех девочек с нашими ну партнерами первым круизе у нас было две каюты одна белорусская вторая украина а второй круиз это моя коллега также член нашего клуба и второй круиз это была его инициатива он отправил за ужином мы сидели что-то без а у меня отпуск в конце августа и у нее тоже вот и была уже достаточно сумма накопленная она все вот никак не могла решиться ехать не ехать вот и Александр мой говорит слушай ну что ты мучаешься звони Наталье и езжайте броню уйти потому что после первого круиза я когда приехала у меня пару дней был ступор я вообще не хотела не говорить ничего в таком мне он наверное первый это самый такой вот запоминающийся я в таком приехала во-первых у меня была потеря во времени мне было казалось как будто у меня два месяца дома не было а у меня там не было только две недели вот ну мне казалось что тут свершилось вот ну огромное а казалось что нет ну что он две недели на работу отходил каждый день одно и то же а у меня столько всего произошло вот и я вот после этого первого круиза я с нашей этой базы я с нее не вылазила я только Наташа вот туда есть круиз Наташа посмотри туда а может давай на декабрь перенесем а у нее возможности то не было и вот Саша говорит слушай ну не мучитесь но едьте вы в августе и все бери Наталью и все и вот так вот у нас спонтанно произошло и даже бронирование мы хотели с нашими вот девочками по норвежским фьордам они уезжали тоже в конце августа и стали бронировать и эта бронь у нас ну видно уже не было койота не проходила она говорит ой давай я попробую давай другой маршрут и она раз 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 по нашему бронировщику по кнопочкам раз раз на кнопочку она нажала я говорю Наташа ты забронировала она говорит как и вот так она говорит ну значит едем в греческие острова ну это здорово я хочу сказать насчет нашей базы ну насчет бронировочной базы клуба там может забронировать любой человек да потому что язык той страны в которой ты живешь как правило вот и ну это легко это минут 15 занимает а если например заходить ну вот даже на ту же круизную компанию MSC то не все не все резиденты стран могут это сделать белорусы по-моему не пропускать система забронировать круизы нет-нет нет-нет в том-то и дело что не пропускает нам вот прямое вот в чем и наша вот эта привилегия что у нас цены от самих круизных линий не через ну без всяких накруток без ничего а напрямую от круизных ну нам нету доступа вот и а то есть когда мы мы бронируем забронировали и когда уже у нас наш этот вот талон то я сразу же попадаю на сайт круизной линии и там уже все дополнительные функции опции чекины все делаю на сайте круизной линии в этот раз я уже прошла регистрацию в клубе а то что касается самолетов это тоже не вопрос ты заходишь или какие-то есть сервисы которые с помощью которых мы ищем да там более выгодные бывают с пересадками бывает что несколько пересадок и тогда намного дешевле получается перелет да если прямые перелеты как правило они дороже но все равно так как лакостеры летают на лакостерах это не так дорого получается да конечно если ты в последний момент приобретаешь билет можно и за 200 купить и за 250 и за 300 долларов даже с вилюса или с вашим да и даже лакостеры все зависит это чем раньше тем оно дешевле хотя бывает так что и скачет цена но все равно в чем и преимущество что вот наш круиз это минимальное время это за три месяца это минимум ну вот на март мы забронировали в ноябре это уже вот можно сказать пять месяцев и за это время есть там и деньги какие-то подкопить и купить билеты и на круиз мы постепенно накопили деньги у меня билеты я уже приобрела себе вот мы летим тоже с Варшавы до Милана ну нам по датам это устраивало и на двоих мне перелет в одну сторону на двоих мне вот обошелся это вместе с дорогой до Варшавы мне обошелся 80 долларов и в плане багажа мы взяли себе один чемодан у нас будет ну ручная кладь а один большой чемодан вот берем 80 долларов а до Варшавы тоже у автобусов есть теперь акции и за 20 рублей у меня проезд до Варшавы ну это надо еще чтобы по времени совпало я же как-то тоже еще и мы же учимся и как говорится учимся анализировать составлять себе логистику как и что расписать посмотрели обязательно чтобы промежутки были такие порядков не впритык это очень важно короче ничего сложного нету у нас просто больше страха в голове сидит да чем это сделается вот тем более сейчас знаешь очень как тебе сказать лучше конечно не день в день приезжать когда круиз отправляется ну когда судно отправляется а желательно за день там за два за три вот и отели и опять таки что интересно так как у нас чаты общие сейчас да и путешественников очень много все больше и больше все по разным странам путешествуют все делятся какими-то контактиками какими-то там лайфхаками да кто-то нашел самый выгодный вариант там вот как я в Венеции нашла классный вариант недорого очень вообще мы там за два человека два человека хорошие условия там все вода ну все есть все красивенько аккуратненько хостел такой на два человека три недели ой три дня три ночи точнее на двоих семьдесят шесть евро да это же классно вот да меня спрашивают вот девчонки в Барселоне например там ночевали тоже классные варианты есть вот я сейчас в Амстердаме смотрю потому что у меня следующая крыса Амстердама начинается да тоже и интересно что разные сайты есть ты уже у тебя в привычку входит ты уже примерно цены знаешь откуда куда ты будешь направляться ты уже всю информацию черпаешь из групп берешь себе на заметку там например таксис недорого берет вот таксист в Венеции уже есть тоже к нему направляю классный мужик он вообще во все помог да вот в Барселоне уже тоже есть девочка там и всем выгодно что интересно и тем людям которые нам помогают и причем они не просто привезли забрали и привезли они еще тебе если ты язык не знаешь они еще за тебя договорятся там в отеле чтобы заселить там типа мы все знаем ну то есть очень классно идет обмен информацией обмен возможностями все советуют с какой страны куда чего как выгоднее например направляться да то есть ты когда в этой сфере уже находишься ты уже все знаешь и ты понимаешь что тебе не нужно тратить тысячи долларов да на вот такой лакшери отдых или даже для того чтобы посетить несколько стран чтобы попутешествовать посмотреть на мир да да а ты тратишь вообще ну вполне доступные средства да да и я хочу сказать что вот ну Турция Египет уже все но отходит на задний план это ну на три дня можно нам можно на три дня и то ты можешь выбрать такой круиз который приходит вот Пальма до Майорка например ну или какие-то Карибские острова не знаю Бразилия все что угодно где есть море ты выходишь с лайнера идешь балдеешь себе там купаешься загораешь кому что нравится возвращаешься уже там активная какая-то деятельность не нужно ни на какие-то никуда ехать тебя корабль сам довезет куда надо да то есть Турция Египет это просто трата времени мне уже кажется это просто убийство времени потому что во-первых каждая экскурсия пятьдесят сто сто пятьдесят долларов стоит это трындец да ну что завезли полдня купился не ехал никакой да вот или если тебе жалко денег тратить это просто море а ты море а ты еда по расписанию вот поэтому куда уже больше не хочется ну на самом деле не хочется уже ну я хочу сказать это еще еще надо и в душе ну конечно никто не отменяет есть люди которые они любят отдых такой тюленевый вот а я по своему как бы характеру я ну никогда я на море мы приехали мы очень любили наш краснодарский край Сочи Абхазия вот в Абхазии не раз это мы были вот несмотря на все его там ну есть свои минусы после военных действий но я все равно обожаю этот край великолепно природа экологически здоровый вот мне два дня и достаточно или я пришла на час-два ну все больше ну я больше не могу там лежать это не мое мне надо куда-то бежать что-то смотреть что-то делать вот получать удовольствие вот и круиз это самое вот да я хочу просто объяснить тем людям если вы состоите в круизном клубе это не говорит о том что только в круизах вы будете нет нет конечно нет да тут просто есть еще возможности да тут дают возможность обогатиться еще не только душевно на эмоции на впечатления еще и в плане денег да естественно у тебя возрастает возможность ну не только круизы знакомиться со странами а ты можешь уже ехать вот как я например хочу господи на байкал поехать да там же круизы не ходят да байкал да потом мне хочется в америку там в лос-анджелес в пустыне куда-то поехать в эмираты не знаю в эмиратах тоже есть круизы но я же не говорю что вот все только вот круизы и все естественно да так кстати вчера общалась ну женщиной санкт-петербурга у меня у мужа есть такая мечта он хочет на Камчатку да вредит попасть на Камчатку это все это сколько отзывов это конечно надо видеть этот край великолепный и она говорила что есть круиз который который ну это связано с Америкой но он приходит в Петропавловск Камчатский там стоит даже несколько дней вот тоже опять же это у нас мы тоже есть у нас в планах мы хотим Карелию ну Карелия какой круиз это вот то есть это нас никто не ограничивает сегодня я еду в круиз вот а завтра мне понравилось на этом лансероте я увидела за один день что великолепный испанский остров сто километров от Африки там благоприятный климат там вкусное вино там замечательные люди на этом острове он вообще это он что-то фантастическое этот остров лансероте вулканический это остров трехсот вулканов я теперь знаю что там на неделю дней на десять я туда могу полететь и мне там и океан и на этом острове есть замечательная школа серфинга мы познакомились у нас гид мы брали гида если вот понадобится могу сказать девочка Санкт-Петербурга у нее своя школа серфинга на этом острове и на форте вентура она возит ну замечательный поэтому вы просто едете знакомитесь какие есть места для себя делаете какие-то пометки вот где бы я хотела еще быть и как же побыть еще да мне понравился остров а кстати перелеты недорогие посмотрела можно на Мальту прилететь а а и назад возвращаться в Европу ну то есть вообще недорого жилье там тоже не особо мне вот там понравилось я бы хотела вот ну то есть ну опять таки ты знакомишься и понимаешь да все это правильно говоришь вот но в принципе вот мы такие основные моменты обсудили если у кого-то вопросы есть вдруг что у нас такая текучка люди приходят уходят можете задать вот и мы ответим тебе Марина большое спасибо очень интересно было спасибо за приглашение на самом деле это не все знания которые у нас есть да это частичка вот в любом случае не нужно бояться планировать не нужно бояться самим что-то делать не нужно бояться вот путешествовать не нужно бояться если не знаете язык я же тоже не знаю язык а так же языки жестов в любой стране работает и я хочу сказать даже можно объяснить время языками жестов мне как-то умудрялись испанцы это делать вот как он умудрился объяснить мне время я честно говоря не понимаю ну я поняла там что он говорит но как он это сделал я не поняла у них да у нас можно даже целые истории такие собирать у кого какие были ну это вообще интересно у меня в Италии было мы искали вокзал как итальянцу они же не знают английского я ему говорю трейн он не понимает ну жестами ту ту короче мы поняли все показано вот и каждая эта история она остается в памяти вот что интересно да люди ну когда время нужно скоротать а много например часов нужно ждать в аэропорту или где-то еще да ну ты просто не можешь с этого места выйти а иностранцы только вокруг и вот находишь себе собеседника и вот несколько часов языками жестов идет общение и что интересно ты понимаешь что он говорит показывает что ты там да что-то где-то ну то есть люди говорят так даже бывает кто-то вот поздно просто вечером приехал в аэропорт да оттуда никак не выбраться или просто не экономить чтобы уже не ехать на такси потому что такси дорогое там жилье чтобы не снимать просто ночь решили перебыть до утра в аэропорту и вот таким образом там познакомились с французами и вот так вот через руки как-то вот общались говорит всю ночь вот разговаривали вот и поняли так не так но поняли друг друга понятно хорошо Ольга спасибо большое за приглашение и тебе дала возможность поделиться вот пишите у кого есть какие вопросы профиль Ольги мой профиль мы открыты для общения у нас открыты директы задавайте вопросы ответим любому каждому да ну все всего хорошего пока 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 не забывай пока не забывай пока не забывай